Вообще ребенку надо играть во что-то, он не может без игры жить. Детям нужна игра, потому что они верят в счастье в этом мире. Что такое игра? Это поведение, похожее на духовную жизнь. На самом деле в духовном мире каждое слово – это песня, и каждый шаг – это танец. Там все пропитано любовью. Когда человек любит, что он делает? Он поет и танцует. Так? Когда человек любит. Поет и танцует. Он не просто ходит, его движение становится наполненными любовью. Поэтому дети, они хотят любви, то есть они еще верят, что здесь много любви в этом мире, в которую они попали. Они очень сильно привязаны к духовному, поэтому детям нужна игра. Игра – это как раз означает вот это такое необычное действие, в котором есть элемент такой сказки, влюбленности, сказки такой, понимаете? Детям нужна сказка, нужна игра. Какие-то игры нужны детям обязательно. А если это взрослый? Вот теперь движемся дальше. Может ли быть это игра в компьютере у ребенка? Может быть игра в компьютере. Проблема заключается в том, что сейчас, в наше время, то, что в компьютере детям предоставляют, это ничего общего с развитием личности не имеет. Это раз. И второе. Если ребенок играет только в компьютере, он каким становится? Недоразвитым физически, недоразвитым психически, потому что у него нет отношений. Нужны отношения с людьми. Нужны близкие отношения. С детьми нужно строить отношения. Отношения означают также конфликты. Они решаются. В компьютере у него ни с кем нет конфликтов. Он всегда победитус. Все остальные проигрантусы, он всегда победитус в компьютере. Понимаете, да? Ну то есть он всегда прав. Это же не искусственная ситуация, неправильно? Когда ребенок играет с детьми, он часто неправ бывает. Он пытается понять, как жить в этой ситуации, что делать. Он развивает смирение. Пытается понять людей, окружающих. Уже начинает как-то жить. В принципе, компьютерные игры, как методическое руководство для развития концентрации внимания, развития памяти, для усвоения языков иностранных, каких-то технических моментов нормально. Но если мы говорим о жизни, то ребенка надо вытаскивать оттуда, из этой жизни, потому что там пытаются им создать жизнь ребенку. Жизнь какую? Искусственную, в которой нет правды. Он потом идет в настоящую жизнь, и там он не может найти то же самое, что он там находил. Такой ребенок становится очень упрямым, инертным. Он не способен как бы в ситуации понять, что делать. И компьютерные игры не дают возможности решать ситуации, потому что ситуации же складываются не из одного победитуса. Когда он собирается с детьми разными, там пять человек, все пять победитусы. И надо с ними как-то договариваться. Теперь вопрос, а почему дети постоянно погружаются, все больше и больше погружаются в эти компьютерные игры? Они могут оторваться. В чем причина? Ну да, то есть они что-то ищут там. Но есть еще более глубокая причина? Источник счастья. Причем какого счастья? Счастье, в котором ты никогда не проигрываешь. Ты всегда только побеждаешь. То есть ребенок самоутверждается. Он верит, что если родители ему дали вот этот источник счастья, он там самоутверждается, значит это все правильно, потому что родители не отнимают. Они согласны со всем. Пожалуйста, сиди, никого не трогай, главное, никого не трогай. Сиди и шуруй там в своем компьютере. И так как родители не против, и есть целая индустрия, целый бизнес для того, чтобы детей погрузить в это удовлетворение своих чувств. Потому что это просто азарт, удовлетворение чувств, и все. Ничего общего с жизнью это не имеет. Вот чем это отличается от того, что взрослый пьют спиртное? Взрослый выпил спиртное, ему стало хорошо. Ребенок поиграл в компьютер, ему стало хорошо. Взмос взрослый посмотрел какой-нибудь дефектив, фильм какой-то, ему стало хорошо. Это все одно и то же. То есть это просто попытка забыться. Есть три типа людей, три типа поведения в жизни. Первый тип людей. Они не решают проблемы сердца своего, они забываются все время в жизни. И есть разные способы забываться. У ребенка, допустим, выпивать это способ забываться или нет? Нет. А какие у него способы у ребенка есть забываться? Уходить в иллюзию, забываться. Какие способы есть? Уходить в иллюзии, балдеть там в этой иллюзии, находиться, испытывать счастье. Какие? Компьютерные игры. Вот это самый такой гарантированный способ уходить в иллюзию. У взрослых больше. Допустим, взрослому человеку можно играть в компьютерные игры, смотреть фильмы, выпивать, погружаться в половое наслаждение, ездить на острова, играть в казино, кататься на американских горках или там еще на чем-то кататься, летать, кувыркаться. Есть много-много разных способов не решать проблемы, а заглушать их с помощью балдежа. Вот, допустим, вы все пришли решать проблемы сюда, на эту лекцию. Я вам очень благодарен. Это означает, что я не зря живу свою жизнь. Вы мне даете возможность жить. Но я бы мог по-другому сейчас, я вам сказать, мог бы сказать, на самом деле, сегодня не будет лекции, сегодня будет концерт! Понимаете? И как бы я бы пошел там, там, в это, танцевать там. Тум-тум-тум-тум. Там, да? И пошел, да? И все. Все танцуют, все танцуют со мной! И такой, тум-тум-тум-тум. Пошел танцевать, и все танцуют. Проблема решена? Все счастливы. Все уходят счастливые. Олег Геннадьевич танцевал. Все счастливые. Проблема решена? Нет. Таким образом, в ведах выделяется первый, я не уверен, что на все записки отвечу, первый способ решения проблемы. Первый способ решения проблемы. Забыться. Называется жизнь невежествия. Называется жизнь невежествия. Человек, который решает проблему, забываясь, погружается в деградацию постепенно. Сам того не понимает. Потому что эта жизнь невежествия, она крадет разум у человека. И человек в этом забытии, он теряет постепенно понимание, что такое жизнь. Он просто хочет играть в жизнь. Он не хочет жить. Он хочет играть в нее. Трезвость теряется. Дети тоже хотят играть в жизнь. Но положите, да. Дети тоже хотят играть в жизнь, но интересно знать разницу. Родители должны отрезвлять детей постепенно. Они должны приводить к жизни. Игра должна быть приближена к жизни. Но компьютерные игры не приближены к жизни. В них нет жизни, в них есть только победа и все. И один герой – это я. А все остальное – это вымысел. Вымысел того, кто создает эту игру. Таким образом, это просто наркотик. Есть второй способ жить. Второй способ жить. Когда человек трезвеет, он понимает, что просто развлекаясь, отвлекаясь, он не сможет решить проблему в сердце своего. Тогда он начинает пытаться понять, где проблема. И первое, что на ум приходит, это те люди, которые меня окружают. Так вот, кто виноват на самом деле в моей судьбе. Это они мне делают проблемы. И человек начинает пытаться как бы менять других людей. Это жизнь в страсти. Человек в страсти постоянно сражается со всеми, доказывает, что он прав, что все неправы. Но это уже более трезвая жизнь. По крайней мере, можно понять через какое-то количество времени, что никому ничего не докажешь. Что они точно так же могут тебе доказывать, что это все заканчивается просто печально. Люди не могут так, совершая усилия друг к другу, не могут друг другу ничего доказать. третий способ. Третий способ – жизнь в благости. Понять, что я являюсь источником всех своих проблем. Очень большая тайна. Кажется, ну как я являюсь? Ну посмотрите, жена что вытворяет, Олег Геннадьевич. Ну как я являюсь источником проблем? Ну не может быть такого. Ну посмотрите, как она себя ведет. При глубоком анализе человек начинает понимать, что у него у самого куча проблем, но он их не может видеть. Это очень сложно увидеть свои проблемы. Допустим, мужчина, он часто ранит женщину своими словами, своим поведением, но этого не понимает. Женщина очень чувствительна по природе. Чуть-чуть он грубо себя почувствовал, ей уже плохо от этого. Но он считает, ну это же твои проблемы. Я нормально себя веду, как обычно. Видите, он не считает, что у него есть вообще какие-то проблемы. Он просто ведет себя как обычно. Что ты паришься? Я тебе нормально сказал. Она говорит, говори со мной ласково, не могу так жить. Я тебе нормально сказал. Видите, он не считает, что есть какая-то проблема, но она ей больно. Вот таким голосом, когда он таким тон, ей очень больно. То есть у мужчин есть проблемы, да? Женщины согласны? Да, все женщины согласны. Вот это большая проблема мужчин. Согласны? Да. Теперь, смотрите, женщины говорят эмоционально часто. Эмоционально. А мужчина не может терпеть женские эмоции. Когда женщина эмоционально говорит, ему тяжело это терпеть. Вроде он крепкий такой человек, но эмоции он терпеть не может. Они лезут в сердце, и он с ними ничего сделать не может. Они сильнее его, как бы, вот этой вот крепкости. Он может на танк броситься, но женские эмоции он не может терпеть. Ему плохо. Но женщина говорит, я ведь тебе ничего плохого не делаю. Я просто тебе открываю сердце. Я тебе просто честно говорю, как мне тяжело. Я... Но она не чувствует, что она, как бы, какие-то проблемы имеет. Так? Таким образом, люди в страсти, они не могут понять свои проблемы. Это бесконечно. Эти ругани между мужчиной и женщиной, это бесконечно. Почему? Потому что так устроен этот мир, что если человек не хочет принять факт, что правильная жизнь – это решать проблемы внутри себя, а не обвинять другого человека, то тогда счастья не будет никогда. Надо сначала принять это просто концептуально. Виноват я во всем сам. Это больно принять, но надо принять. Если ты не примешь, ты не поймешь дальше, как жизнь твоя будет складываться. Это тайна. Все остальное – тайна. Видите, какой большой путь до правды. Вот если ребенок играет в компьютерные игры, где тут правда? Где он этот путь проделывает? Он просто отвлекается от жизни. Это называется самоубийство. Этот ребенок, который играет в компьютерные игры и погружается в них, он недалек от пьяницы. Просто это детская модель поведения, а это взрослая. Это одно и то же. Придет время, он будет пить просто и все. Теперь вопрос, а почему мы допустили то, что ребенок играет в компьютерные игры? А это потому, что мы не хотим любить. Любовь – это тяжелый труд сердца. Очень трудно любить. Тяжелый труд сердца. Я сейчас ехал сюда в метро и встретил одну девушку. И у нее какая-то трудность в жизни серьезная. Она говорит, Олег Геннадьевич, я, наверное, не буду вас беспокоить, поеду отдельно. Вас многие люди беспокоят. Я подумал, это правда. Я был самолетом, уставший. Но я сказал себе, нет, я должен побыть рядом с этим человеком, помочь ему. И когда она на меня смотрела, я чувствовал, что мне нужно отдать ей заботу, отдать ей силы. Вот точно такое чувство испытывают родители, когда находится рядом ребенок. Один вариант мы отдаем силы, второй вариант мы говорим, иди, иди, иди там, поиграй. Почему поиграю? Потому что я не хочу тебе свои силы отдавать. Я не хочу тебя любить, потому что любовь это аскеза. Для всех аскеза, для всех людей. Но это единственный путь жить. Если мы хотим, чтобы дети занимались чем-то там, они такими и вырастут. Они вот и вырастут чем-то там, где-то там и под забор. Поэтому выберите, или вы занимаетесь своими детьми, отдаете их в какую-то секцию, ездите их, возите туда. Или как-то организовываете их жизнь, чтобы они развивались. Или они будут погружаться в самоуничтожение. Если ребенок уже привык к компьютерным играм, отнимайте. Или заменяйте на более благостные игры. Пускай играет в компьютер, но делает что-то нужное. Учит английский, допустим. Есть компьютерные игры, которые нужны для обучения. Пускай это, но если он начинает просто играться, там, пейт-паф, то тогда это уже не то. Нужно просто то, что может привести его к конкретной цели какой-то. Он хочет выучить английский, пожалуйста, математику, физику, химию, с помощью игры. Отлично. О, вопрос. Как относитесь к трансфорингу реальности? Сферингу. Здесь такое Е, что почти как О. Ну да, да, я понял. Угу. Я ничего этого не изучал. И не вижу необходимости. Не потому, что это плохо, а потому, что я уже, наверное, старею. У меня есть свое направление какое-то, я им иду. Мне нет необходимости изучать какие-то новые направления. Но у меня есть один ответ всегда на этот вопрос. Как я к чему-то отношусь? Допустим, меня спрашивают, как я отношусь к мусульманству? Я говорю, я очень люблю эту веру. У меня есть много друзей. Но я ее не знаю. Если вы хотите узнать, что такое мусульманство, идите в мечеть и найдите себе человека, который погружен в это. И он вам объяснит. Он вам расскажет, он вам покажет, как молитва протекает, философию объяснит и так далее. Если вы хотите узнать про что-то, то можно узнать двумя способами. Первый способ – человека со стороны, который не бум-бум в этом. И у него два варианта. Или просто ничего не сказать, сказать «это, наверное, хорошо». Или начать критическое настроение свое высказывать. Вот это критическое настроение означает, что такое? Что человек просто, ну, каждый кулик свое болото хвалит, понимаете? То есть я типа мое хорошо, а все остальное плохо. Но я не хочу так жить, понимаете? Я в принципе не хочу так жить. Потому что я сталкиваюсь в своей жизни с такими людьми, которые так считают. Я вижу, как они мыслят обо мне, допустим. Я вижу, как их мысль развивается. Смотрю, слежу и вижу, что это превращается все просто в безумие, злобу и ненависть. Потому что ты не такой же, как мы. Поэтому ты плохой. Все превращается просто в безумие и ненависть. Поэтому ответ очень простой. Найдите человека, который в этой практике разбирается. И он вам объяснит, что это такое. Дальше думайте, нужно вам это или нет. И все. Я никогда не хочу критиковать никакие практики. Понимаете? И критика означает, что я считаю, что мое лучше. Но я не настолько развитый человек, чтобы... Я не могу погружаться сразу во все направления очень глубоко и понять глубину этих направлений. И даже если я чуть-чуть знаю это направление, я, похвалив его, все равно не передам это направление. Я не передам его сладкий вкус. Если я понюхал мед, это еще не значит, что я его ел. А чтобы есть, надо туда всю жизнь отдать. Понимаете? Я отдал вот свое направление, свою жизнь. И здесь я что-то понимаю. Насколько мне Бог дал. Вот такой ответ. Понятно, да? Не спрашивайте меня, как я отношусь к тому или сему. Я могу рассказать, что делать в жизни, как я понимаю. Но я не хочу отвечать на вопросы, связанные с разными традициями, духовными, верами. Это ваша жизнь. Вы должны сами решить. Если люди занимаются техниками какими-то и страдают от них. Вы можете подружески им объяснить об этом. Вот если мои друзья, допустим, чем-то занимаются и вижу, что они страдают. Я подхожу к нему и говорю, слушай, а ты не страдаешь вот от этого? Вот ты сейчас занимаешься, ты не страдаешь? Это разве не страдание? Ты начал пить что-то почему-то от этой практики. Что это за духовная практика, если человек пьянствует? Ты от этого не страдаешь, я ему говорю? Он говорит, не знаю, подумаю. Понимаете? То есть с любовью. Вот вы сейчас обеспокоены. Это любовь или нет? Беспокойство – это любовь? Нет. Это что такое? Нежелание трудиться. Вот вы начните молиться Богу. Успокойте свое сердце, вы получите объем работы. Вы получите в сердце понимание, как трудно мне помочь своему другу сейчас. И когда вы это поймете, вы поймете так же, что надо просто с ним общаться, дружить, любить его. Но не надо человека вытягивать за уши оттуда, куда он идет. Надо ему объяснить, что там нет хлеба. Вот, допустим, человек идет за хлебом. Вы раз ему встали вот так на дороге. Не ходи, нельзя! Это плохо! Он говорит, слушай, да, я за хлебом иду. Раз, отодвинул вас, идет дальше. И вы опять ему встаете. Уже туда многие ходили. Вы просто встаньте рядом с ним, пойдите вместе, обнимите его вот так вот, как друг с другом. И скажите, ты знаешь, я пять, десять минут там был назад, там хлеба нет. Ну нет, там хлеба просто. Он скажет, да. Мы пошли в другое место, и он есть. И все. Все же очень просто на самом деле. Но если вы по-дружески, с любовью, а если вы делаете квадратные глаза, а-а-а-а, это значит, что вы не хотите работать. Объем работы не хотите, по-дружески можно, если вы в сердце пережили то, что ваш друг не туда куда-то идет, как вы считаете. Вот вы сейчас говорите очень эмоционально и напряженно. Философские беседы проходят в спокойной атмосфере. Вы сели своим другом, он решил, что ему надо головой гвозди забивать, и это является духовным развитием. Хорошо. И он очень верит в это, потому что он видел такого человека, у него большая голова такая крепкая, и он так, и гвоздь сразу влетает. Он потом садится такой, говорит, я в нирване. Блаженство испытывает. Друг поверил в эту практику, бьет головой об гвозди, и у него там дырка уже вот здесь образовалась. Вы думаете, что что-то не так, что делать? Вы садитесь с другом и начинайте философскую диспут с ним. Очень спокойно. Спокойно принимая его желание гвозди башкой забивать, вы как бы спокойно принимаете это и с ним беседуете на философские темы. О том, как лучше и как правильнее. Он свои доводы, вы свои, но при этом не надо нервничать. Почему вы нервничаете? Потому что у вас нет духовной силы. Он хотел вас переубедить. Ну а вы спокойно с ним разговариваете? Или вообще не разговариваете? Критика, когда вы не можете спокойно. Вы можете ему объяснить? Он вам свои доводы будет, а вы свои. Но это надо с любовью делать. Любовь означает не психовать. Но если вы психуете, когда с ним говорите, тогда это называется критика. Это значит, что у вас нет силы ему объяснить. Тогда его не трогайте просто, молитесь за него. Вы осознали, поняли сейчас, о чем я говорю? Или нет? То есть вы хорошо себя ведете? Почему тогда вы ему не объяснили? Ну вы ему объясните, что это не классно? Спокойно. Поговорите с ним об этом. Он не хочет слушать вас. Тогда молитесь за него, вы не поможете тогда ему. Если он не хочет слушать. Вот если бы, допустим, я с вами сейчас говорил, а вы так вот отвернулись бы от меня. Что мне делать надо? Эй, повернись, я знаю правду. Да, мне так надо себя вести или как? В чем любовь моя к вам будет выражаться? А в том, что просто я, как бы, извинюсь, что я побеспокоил вас, что я, наверное, не прав, что я пытаюсь вам что-то объяснять, и вы не хотите слушать. И буду дальше общаться с кем-то другим. Мы не всем же можем помочь? Или всем? А? Не всем, поэтому не надо беспокоиться. Ваш друг не хочет вас слушать, ничего страшного, значит, молитесь за него. Сердце отношения установлены. Субтитры создавал DimaTorzok